Меня зовут Настенко Павел, я директор учебно-опытного хозяйства Краснодарска. И сегодня затрону такую тему, как менеджмент кормления. Я сегодня постараюсь рассказать не о составлении рационов, потому что в рамках выставки о составлении рационов не говорят, а будем сегодня говорить о том, как мы у себя управляем. И ключевой фактор я расскажу не сколько бы вас учить, а просто поделюсь своим опытом, как мы это делаем. Но перед тем, как я начну непосредственно говорить про менеджмент кормления, я немножко расскажу об учхозе. Я думаю, что кто-то знает, большинство, может быть, и не слышали о нас. В 2020 году мы надоели 12,948 на корову, урожайность пшеницы у нас была 67 центнеров, вообще земли у нас 3755. Сегодня в рамках выставки мы дискутировали с некоторыми коллегами и затрагивали вопрос, сколько все-таки гектар нужно на корову в год в Краснодарском крае. Очень сложный вопрос, зависит от технологии растеневодства, от насыщенности растеневодства. У нас получается где-то 1,45 гектара на одну корову в год. То есть это то, что мы отдаем под коровую базу. В хозяйстве работает 167 человек, 66 человек занятых в животноводстве. Многовато, но у нас старая нетехнологичная ферма, абсолютно несовременная, 1978 года постройки, поэтому, естественно, у нас людей чуть больше, чем на современных комплексах. На начало года у нас было 1000 коров, сейчас чуть больше, поголовье у нас растет. Нам это, как бы, нас это радует, и мы планируем в ближайшее время заплемениться, выйти на продажу нетелей. Изначально наше предназначение учхоза – это обучение будущих специалистов в аграрной отрасли. То есть мы часть Кубанского государственного аграрного университета. Я сейчас немножко расскажу о нашей материальной базе и о том, чему мы учим и как мы учим студентов. На этот слайд представлен полностью наша система точного земледелия. Многие о ней говорят, хотя это хоть и животноводческая выставка, но животноводство в любом случае начинается с растеневодства, поэтому я начал свое выступление именно с растеневодства. Если обратить внимание, это карта полей, это три поля, и на ней написано треки, где мы берем раз в несколько лет анализы почвы и работаем с полностью системой точного земледелия. Мы получаем космические снимки состояния полей, у нас комбайны оснащены картированием полей, и у нас есть сейлки точного высева, которые меняют норму высева в зависимости от того, как агроном задаст задание. И, естественно, есть разбрасыватель университет удобрения, который тоже вносит дифференцированное удобрение. И есть специальное программное освещение, где агроном работает, задает значение для сейлки, для разбрасывателя, либо потом анализирует данные с комбайнов по урожайности. В прошлом году мы внедрили в себя полив, наверное, правильно сказать, не внедрили, а восстановили ту систему орошения. Мы не начали восстановить систему орошения, которая у нас была. Это, в первую очередь, 150 гектар, и нетипично для Краснодарского края мы эту кукурузу, выращенную на полях для орошения, направили на силос. И нам очень понравилось выращивать кукурузу на силос на орошении, хотя при этом и урожайное зерно там достаточно высокое было. Так примерно выглядит у нас уборка, полив и процесс кормления. И мы сегодня будем больше говорить про кормление, поэтому один из видеороликов – это непосредственно загрузка в кормораздатчик кормов. Так выглядит наша ферма. Если здесь видно, кто сможет угадать, зачем животные покрашены зеленым цветом по хвосту? Кто может без коллег сказать? Для выявления в охоте. Да, это для выявления в охоте, это тоже инструмент управления фермой. Это хоть и в шутку, но это самая любимая моя корова на ферме, она молока не дает, но в ной не болеет. Поэтому ее не надо не вакцинировать, ухаживать за ней и так далее. Ну еще плюс, мне кажется, она красивая. Динамика отрасли. За 16 лет, тут цифры с 2005 года, хотя с привязи на беспривязь мы перешли в 1999 году. Ну, на слайде 16 лет. То есть мы увеличили продуктивность на 50% до почти 13 тонн на корову 12 92048. Я думаю, что в 2021 году мы разменяем цифру в 13 тонн на корову. И поголовье, в принципе, у нас постоянно растет и увеличивается. Мой личный рекорд, не восприняйте это как захвастовство, это наоборот. Я хотел бы показать вам, что в России, на Кубани можно доить достаточно много. Вот наш рекорд, это почти 45 литров, 44,5 килограмма на корову в день. Мы надойную корову доили в феврале 2021 года. Кому будет интересно, вот так выглядят графики лактации наших животных. Я специально показываю этот график лактации, потому что он достаточно интересный. На мой взгляд, он правильный. И один из моментов, то что у нас в следующую пятницу, в 9 утра будет большой семинар по геномной оценке животных. Мы наш ремонтный молдняк сдали в лабораторию CDCB и получили результаты геномной оценки наших животных. Мы никогда не завозили поголовье за границей, мы работали на своем поголовье, в достаточно хорошем семени. У нас в пятницу мы раскроем несколько секретов. У нас есть очень много выдающихся животных. И мы даже их будем показывать, чтобы можно было визуально посмотреть, что эти животные действительно очень, с точки зрения генетики, очень хорошие. Ну и теперь, наверное, мы придем непосредственно к кормлению. И, наверное, к менеджеру кормления. Но начну я с объемов заготовки. В этом году мы заготовили почти 11 тысяч силоса, 6 тысяч 400 сенажа из люцерны. Мы провалились по злаковому сенажу из третикали, мы заготовили в два раза меньше. Немножко заготовили сено. Злаковое сено не готовили и увеличили объем производства соломы. Нам нужна солома в большом количестве, потому что у нас достаточно высокие качества кормов. И для того, чтобы правильно балансировать рацион для ремонтного молодняка, нужно достаточно большое количество соломы. Сегодня вся моя презентация будет построена вокруг одного термина. Так называемое сухое вещество. То есть нам нужно с вами... То есть я начну с того, что... Даже если я с вами поймешь, что все, что я буду рассказывать, это все будет касаться сухого вещества. Для тех, кто не в теме, сухое вещество плюс вода, это получается натуральное вещество. То есть любой рацион, любое кормление животных составляется через сухое вещество и потом уже отдельно вода. Поэтому вся презентация будет построена на сухое вещество. Итак, непосредственно менеджмент кормления. Наш кормовый год, он начинается у нас примерно где-то с первых чисел сентября, когда мы переходим на силос нового урожая. Естественно, мы берем анализы всех траншей. Абсолютно всех. Все, что мы заготовили, силос, сенаж, сено, солома, сено в первый укол, сено в второй укол, с третий, пятый, мы берем это все анализы. И после этого мы, в этом чуть дальше будем говорить, мы будем выстраивать систему использования очередности кормов. Далее в процессе использования кормов мы не реже, чем полтора-два раз, полтора-два месяца мы повторяем анализ. Но не всех кормов, а именно тех, которые сейчас идут к кормлению. Если мы понимаем, что у нас что-то пошло не так, то мы перепроверим корма, сдадим в лабораторию повторно. И очень важно, мы опять же будем говорить немножко о своем опыте, нам все нужно делать в одной системе координат. Что я имею в виду? Если вы работаете с лабораторией условно BLGJ, то вы все должны сдавать корма в лабораторию BLGJ. Если вы работаете с лабораторией Ярвед, которая работает по системе CNCPS, то вы все корма должны сдавать в одну лабораторию. Нельзя делать так, что вы сила сдаете по СИНСПС, а СИНАЖ сдаете, допустим, по немецкой или голландской системе кормления. Вы должны быть в одной системе координат. Я знаю, что многие хозяйства иногда бывают, часть кормов сдают в одну лабораторию, часть кормов в другую лабораторию. И меня в этом удивляет вопрос, как кормленец может считать вам рацион, если у вас корма с разных лабораторий. Он даже не может их привести, ну самый простой пример, даже по клетчатке НДФ, он не может ее привести к одному показателю. Потому что условно, да, Ярвет меряет НДФ одним методом и немножко другое значение, Билджи меряет другим методом, там другое значение. Поэтому, если вы сдаете в одну лабораторию, то входите в одну систему координат. Идем дальше. После того, как мы проверили все корма, мы знаем, сколько у нас силы с одного, с другого, сколько у нас с СИНОЖЕЙ, каким качеством. Мы разрабатываем очередность использования трошей, или так называемую стратегию кормления. Мы обязательно определяемся, какими кормами будем кормить летом, какими кормами будем кормить зимой. Я предпочитаю кормить зимой худшими кормами, потому что погодные условия позволяют нивелировать тепловой фактор. И тем самым более худший корма, корова лучше кушает и нет проблем. В лето мы всегда стараемся выйти с максимально качественными кормами, потому что идет жара, тепловой стресс, снижается потребление корма. И нам нужно именно на лето оставить самый лучший корм. И обязательно, если у вас есть разнобой по качеству силоса и сеножа, то вы должны смиксовать, как мы делаем в следующем случае. Лучший силос мы кормим с худшим сеножом, худший сенаж кормим с лучшим силосом и наоборот. Почему? Потому что если мы с вами в один момент скушаем хорошие корма одновременно, да, мы будем меньше тратить концентратов. А к лету мы можем выйти с худшим силосом и с худшим сеножом. И нам тогда нужно будет добавить очень много концентратов, чтобы выровнять рацион. Поэтому мы стараемся миксовать лучший силос с худшим сеножом или наоборот, да, лучший сенаж с худшим силосом. Это нам будет проще для того, чтобы потом, когда будем балансировать рацион, мы будем использовать меньше концентратов для кормления животных. Мы все понимаем, да, что животное, корову нельзя перегрузить концентратами. Дальше, немаловажный фактор. Здесь считается, что есть 4 рациона. Может кто-то из коллег поправит, скажет, что их есть больше или меньше, но как мы это видим. Есть рацион на бумаге. Что я имею в виду? Это условно в программном обеспечении. Тот рацион, который вы составили, у нас есть на бумаге. Потом этот рацион приходит на комбикормовый завод или на кормоцех, где вы делаете комбикорм. Потом есть рацион в миксере, где уже мы закладываем комбикорм и грубые сочные корма, и накроем столе у коровы. Чем ближе эти 4 рациона друг к другу, тем лучше у вас будут результаты по надою. На личном опыте могу сказать, что мы можем с вами создать супер классный рацион на бумаге. На кормоцехе что-то забыли положить или положили не тех пропорций, которые вы заказали. Приехал миксер, не вымешал, не домешал. На кормой стол выгрузили совсем 4 рацион. Поэтому чем ближе эти рационы друг к другу, тем будет лучше ваш результат в молочном животноводстве. Следующий пункт. Возвращаемся уже к сухому веществу. Любой рацион составляется через сухое вещество. То есть мы, когда говорим о кормлении коров, мы должны с вами говорить, что сколько протеинов в сухом веществе мы даем корове в рационе. Сколько энергии в сухом веществе мы даем корове. И так далее. Все практически показатели считаются на сухое вещество. Поэтому нам очень важно знать, сколько сухого вещества в кормах по отдельности и сколько сухого вещества в рационе. Исходя из этого, мы уже будем понимать, правильно ли мы кормим или нет. Приведу пример. Есть силос, натуральное вещество. 1 тонна. Сухого вещества 30%. В кормораздачник мы положим 300 кг. Все понимают, как я этот расчет сделал? То есть положив 1 тонну силоса с сухим веществом 30%, в кормораздачник оказалось 300 кг силоса по сухому веществу. А есть другой силос. Та же самая тонна, но сухого вещества 35%. Соответственно, в кормораздачник попало 350 кг сухого вещества. Если мы составляли рацион на сухое вещество 30%, а по факту у нас в франшеи 35%, скажите, пожалуйста, мы выполнили рацион? Нет, мы не выполнили его, потому что мы сухое вещество сдали с ошибкой. Поэтому нам нужно постоянно проверять количество сухого вещества в кормах. Как это делается? Недавно мы начали использовать супер пробоотборник от Сергея Монченко. У него, кстати, есть стенд. Очень удобно брать дрель. Пробоотборник. Наш зоотехник Михаил берет пробу в микроволновке и проверяет сухое вещество. Если кому-то нужно взять пробоотборник, попробуйте. Действительно упрощает работу и ускоряет работу. Мы, пробуя сухое вещество, проверяем через микроволновку. Стандартный метод. Взяли весы, тару, секундомер, поверили, взвесили и получилось. После того, как мы убедились, что у нас сухое вещество на бумаге соответствует по факту, мы переходим к следующему пункту. Это контроль смешивания. Контроль смешивания мы можем проверить только через пенсильванские сито. Я знаю, что некоторые коллеги, я видел это на фермах, когда они приходят визуально, смотрят начало кормового стола и конец кормового стола и говорят, рацион смешан идеально. Я таким не верю. Нужно работать только пенсильванскими ситами. При этом, опять же, видел уже много раз такие критические ошибки, когда коллеги берут пробу корма в начале кормового стола, в середине, в конце, руками смешивают это в одну пробу и потом работают на пенсильванских ситах. Нет, это неправильно. Нам нужно взять пробу в начале кормового стола, в середине и в конце и отдельно по каждому из них проверить замеры. Если они между собой совпадают, то кормораздачник настроен правильно, вы правильно смешали рацион и, соответственно, корова в начале кормового стола, в середине кормового стола и в конце кормового стола скушает один и тот же рацион. Бывает так, что кормораздачники не настроены и иногда выдает вначале концентрированную часть, в середине вроде тот смешанный рацион, что вы хотели, в конце выдает только грубые корма. А теперь давайте представим, стоит корова в начале, она скушала концентратов и скушала их много. Что с ней может произойти, если она скушала много концентратов? Ушла в ацидоз. Та корова, которая на середине кормового стола скушала правильно смешанный рацион, дала вам много молока. Та корова, которая стоит в конце кормового стола, скушала только грубые корма, получила много клетчатки, снизила молоко, подняла жир, вы не получили эффективность. Поэтому контроль смешивания рациона с ливанским ситом нужно как минимум произвести в двух точках, это начало и конец кормового стола, а в идеале в трех. Если у вас эти данные близко друг к другу, там с погрешностью в 1% на нижнем и на верхнем сите, по сравнению с другими, то вы смешали это хорошо. И немаловажный фактор, на утро взять остатки с этого кормового стола и еще их просеять и сравнить. Нам это нужно для того, чтобы мы поняли, есть ли сепарация корма, либо нет. Потому что корова не любит кушать солому, она любит кушать вкусный концентрат, поэтому она их будет выбирать. И ваша задача, управляя кормораздатчиком и влажностью рациона, надурить корову, чтобы у вас рацион утром розданный и на следующий день проверенный, как можно ближе друг к другу состоял по пенсильманским ситам. Если вы это делаете, у вас эти рационы совпадают, значит вы можете быть уверены, что корове скормили то, что вы замешали. Естественно, не забывайте о ТО кормораздатчиков, потому что ножи затупляются, ножи ломаются. Если вы не будете за этим следить, то через некоторое время, вроде бы, все настроили, а через неделю, две, три месяца вы перестанете смешивать хорошо рацион. Хороший вопрос. Сколько, вернее, как часто нужно проверять пенсильманскими ситами? Чем чаще, тем лучше. Мы ими работаем раз в неделю. Мы замеряем сухое вещество кормов, это сила сена, сена, солома, по воскресеньям. В воскресенье вечером корректируем рацион, в понедельник с утра уже кормим откорректированный рацион по сухому веществу. Во вторник наши зоотехники работают пенсильманским ситом. В среду с утра работают еще раз пенсильманским ситом, и получается алгоритм такой. В воскресенье контроль сухого вещества, понедельник кормление, вторник весь утром мы берем пробу на пенсильманские ситы, в обед берем повторную пробу на второе кормление пенсильманским ситом, и в среду утром берем остатки и сравниваем. И мы сравним три пробы. Первая проба – утреннее кормление, дневная проба – второе кормление и остатки после двух проб. Чем ближе они будут друг к другу, тем лучше вы кормите своих коров. Дальше. Очень важный момент в контроле или в менеджменте кормления – это сопоставление потребления корма и надоем. Если вы должны постоянно контролировать, какая группа коров кушает корм, и сопоставляйте это с надоем. Если вы видите, что группа кушает у вас, условно говорю, 18 килограмм сухого вещества и дает 45 литров молока, у вас ошибка. Если вы видите, что группа дает 12 литров молока и потребляет 30 килограмм сухого вещества, это тоже ошибка. То есть этот инструмент контроля потребления корма дает вам сопоставление, понимание, есть ли у вас ошибка или нет ошибки. Понятно, мы понимаем, что если корова дает, группа в среднем дает 50 литров молока, то она будет кушать примерно 30 килограмм сухого вещества. И это для вас инструмент понимания, правильно работаете вы, либо нет. И очень, знаю, что многие коллеги на это не обращают внимания, но сопоставление потребления корма и физиологии, что я имею в виду? Логично, что коровы второй, третьей, четвертой лактации будут кушать больше корма, чем коровы первой лактации. Это логично. Логично, что коровы в 100 дней доения будут кушать больше, чем коровы в 3 дня или в 5 дней доения. Если вы видите, что ваша новотельная группа, состоящая из первотела, кушает 30 кг сухого вещества на 10-й день доения, вы понимаете, что где-то вы ошибаетесь. То есть это нелогично и надо, значит, разобраться, что здесь не так. Дальше. Все, о чем я говорил, начиная от составления рациона, от контроля сухого вещества, контроля миксера, контроля потребления вещества, все сводится к одной простой вещи. Связь рациона, здоровье коров и надоя. Что я имею в виду? Если вы составили хороший рацион, но у вас нет надоя, вы должны понять, почему. Это логично, да? Или у вас там более-менее нормальный рацион, вы видите, что сопоставимый надой, значит, вы все правильно делаете. Дальше. Вы составили рацион, вы положили какое-то количество протеинов, все сделали в арабаторе хорошо, но не проверили потом на ферме мочевину молока. На личном обыке могу сказать, что рацион на бумаге идеальный, все здорово, супер, но был не очень хороший подсолнечник овышет, который даже в лаборатории не смогла выявить, что он плохой, но мочевина пошла вверх, мы сознательно снижали его дозировку и снижали количество сырого протеина в целом в рационе. Обязательно вы должны мониторить кетоз у новотильных животных. Если ваши животные после отела, в кавычках скажу, кетозе, или имеют проблему с кетозом, значит, ваш рацион не работает либо во втором сухостое, либо не работает после отела. Естественно, есть большая связь рациона по метритам, или, как говорят проще, эндометритам и задержания последа. Если вы составили рацион, и у вас после отела 25% заряжания последа, ваши рационы не работают. Если вы видите, что у вас там 30-40% эндометрида, у вас рационы не работают. Если вы видите, что у вас жир в молоке низкий или высокий, белок низкий или высокий, а у вас программа, которую вы считаете рацион, или ваше знание, умение, говорит о том, что он должен быть другой, значит, опять же возвращаемся опять к перепроверке всего исполнения рациона на ферме. Если вы в новотеле видите большое количество смещения сычуга, опять возвращаемся к рациону. То есть, может быть, он на бумаге быть классный, суперский, но животные получают смещение сычуга. Значит, что-то вы делаете так. Вы, может быть, смешиваете много, делаете кашу за рацион. Может быть, неравномерно смешиваете и так далее. То есть, каждый этот пункт – это контроль вашего исполнения рациона. Дальше. Если вы работаете низкокальцевой диете во втором сухостой или на анемных солях, вы должны, если вы говорите про кальциевую диету, вы должны поймать, сколько у вас кальция в рационе, как животные реагируют на низкокальциевую диету. Если вы работаете неонными солями, вы должны в любом случае проверять значение паш-мочи у животных перед отелом. Если вы все это делаете и какие-то еще дополнительные моменты, то у вас кормление будет все хорошо, вы будете доить много. Ну и в конце у нас есть там YouTube-канал, где мы некоторые вещи рассказываем, Telegram-канал. Мой доклад закончен, я готов ответить на ваши вопросы. Я постарался недолго, чтобы у вас было побольше времени поставить. Остатки корма. Остатки корма вообще в мировой практике считается, что от 5 до 10% на утро должно оставаться. Как мы контролируем остатки корма? Мы выталкиваем все в упорной стенке вдоль корпусов. И после всего кормления мы загружаем их в кормораздачник обратно. От каждого корпуса индивидуально взвешиваем их и отвозим быкам. То есть тем самым эти данные потом поступают в программу кормления. Мы понимаем, сколько есть реальное потребление корма на ферме. Хорошо. 13 тысяч дуэти. Сколько в среднем высота продуктивных концентратов за сутки получают? У нас один рацион на все дойное стадо. Где-то примерно у нас сейчас потребление 26 кг сухого вещества на корову в день. В среднем по всей ферме на дойную. Концентратов 44% сейчас в рационе. У нас достаточно хорошее качество силососиножа. Нет нагрузки большой концентрирования. А группа либо 72, либо 90 животных. Это кратно дельного зала. Дельный зал 2 по 18 евро, параллель 36 мест. Вы все равно разводите пока. Первотелок держим отдельно. Первотелки отдельно, коровы отдельно. Наши разводите? Нет. Вторая, третья, четвертая, пятая. До девятой лактации содержатся вместе. А первая лактация содержится отдельно. Друзья, еще вопросы к Павлу Александровичу. Павлу Александровичу, а скажите, вот себестоимость молока на вашей ферме какова? И какова цена реализации? Это самый любимый вопрос. Себестоимость молока на ферме. Давайте опять же. Мы сегодня говорили про лабораторию, про систему координат. Перед тем, как ответить про себестоимость молока, я должен спросить, в какой системе координат будем считать себестоимость молока? Рубля. Рубля, отлично. По системе бухгалтерского учета он утвержден на территории Российской Федерации или будем применять методы экономически-математического моделирования и переводить часть кормов к стоимости 8 силоса, к стоимости выхода с гектара по пшенице? В России. В России, утвержденное в России. 19.85 по итогам 2020 года. Реализация. В 2020 году была средняя цена реализации за весь год была невысокая цена 27.50. В этом году сейчас цена растет. Я очень рад, что она растет. То есть у вас показатели 30-40% лета, которые сказал сейчас директор на открытии и выступке. Как раз так и получается. По итогам 2020 года было 20%. Я думаю, что 2021 год будет ниже, потому что нас тоже коснулось повышения цен на корма, я имею в виду на белковые корма, там подсолнечник, рапс, соя, какие-то добавки, витамины выросли в цене. Но я думаю, что ниже 35% мы не упадем. А можно ли узнать, вот если корова дает, скажем, меньше 30 литров в день, вы ее выбраковываете или какой порог для выбраковки? У нас есть стратегия выбраковки. Знаете, как это? У вас была какая-то стратегия, и вы ее придерживались. Да, у нас есть стратегия. У нас стратегия на две группы коров. Первой телки, вторая больше лактация. Если вторая больше лактация, после сотого дня дает меньше 100 литров, она выбраковывается. Первой телки выбраковываются, если за первую лактацию дали меньше 10 тысяч молока. В связи с повышением цены на энергоносители и прочие составляющие кормления, вы принимаете меры по снижению себестоимости? Если да, то какие? Я не сильно понимаю вопрос. Ну хорошо, смотрите. И жалуются, что в этом году здорово подорожали компоненты покупные для кормления. И плюс энергоносители и себестоимость снизилась. В связи с этим, во многих хозяйствах возник вопрос, какие меры принять для того, чтобы их снизить себестоимость? Давайте я, наверное, отвечу на этот вопрос чуть сложнее. Наша философия или мнение управления молочно-товарной фермой лежит в плоскости экономики молока. Это первый тезис. Плоскость экономики молока лежит в плоскости качества основных кормов. То есть, чем лучше у вас основные корма, тем меньше вы покупаете покупных кормов. Мы очень много на эту тему дискутируем на разных площадках. Я всегда выступаю за то, чтобы коллеги приходили к пониманию, что если заготовили хороший силососинаж, то потом они будут меньше покупать кормов. Недавно на выставке на Агросе у меня была презентация про экономику кормов. У меня был слайд, я говорил о том, что сколько стоит 1% протеина в сенаже. То есть, есть хозяйства, которые готовят сенаж, там 18, 17, есть 20, 22 и так далее. Вот сколько стоит 1% протеина в сенаже. Очень трудно, на самом деле, прямым подсчетом посчитать. Мы пришли через моделирование замены сенажа на подсолнечниковый шрот. В общем, 1% протеина в сенаже при стоимости подсолнечникового шрота в 20, по-моему, рублей обходится хозяйством 1000 голов, а в 1 миллион рублей в год. То есть, если вы готовите сенаж в 17% протеина, а кто-то готовит 20% протеина, 3 миллиона только на покупных кормах вы будете экономить за счет увеличения протеина. Теперь, что касается вообще экономической модели, связанной с подорожанием цен на протеиновые карманы, другие добавки и так далее. Мы, к сожалению, приняли это как должное, попытались что-то оптимизировать в рационах, упали по молоку, посчитали, а и у всех такой есть показатель, это показатель, сколько вы выручки получаете от реализации молока за минусом затрат на кормление. Мы понимаем, что наша экономическая модель подразумевает, чем больше доить, тем больше в этот показатель. Поэтому мы с этим смирились, потом молозаводы сподняли нам цену, мы отобрадовались, и нам теперь вроде неплохо. Зачем? Чтобы удешевить. Удешевите рацион, снизите продуктивность. Ваша, смотрите, наша логика такая, мы не смотрим на цену рациона в целом, как все говорят, вот рацион стоит 200 рублей, 300 или 500 рублей. Мы смотрим, сколько мы тратим на рацион и сколько получаем молока от коровы. Если у нас эти показатели нас устраивают, мы не будем убирать сою из рациона, оставим ее, потому что условно даже та же соя, защищенная транзитная, это не только надой, но это даже части воспроизводства. Поэтому убрав сейчас метионин, лизин, который есть в сои из рациона, мы временно сэкономим на 20-30 рублей на рационе, но потом через полгода получим много-много проблем. Поэтому, да, мы немножко там ужались, но в итоге потом пошла цена на молоко вверх, и мы сейчас вроде неплохо доим, и рацион не такой уж и дорогой. Ну, по нашим меркам недорогой рацион. Ну, Александр, а вот для улучшения генетики, может быть, вы закупаете скот за границей для обновления корови и так далее? Ну, я, может быть, сейчас открою какую-то карту. Мы никогда не покупали ни одного поголовья, то есть ни внутри в России, ни за границей. Мы пошли более длительным путем, и, на наш взгляд, более таким грамотным. Мы начали использовать просто, на мой взгляд, одну из лучших селекций генетик в мире. Мы покупаем дорогое семя. Но дорогое – это, наверное, показательное. Дорогое или дешевое – это относительно все. По итогам 2020 года семя в структуре себестоимости занимает всего лишь 1,2%. Это недорого. Но вот мы в пятницу покажем животных, которые по генетической оценке прям очень достойны. Я начал работать на ферме вот здесь. Вот здесь я еще не умел. Я сейчас поясню, поясню. Вот здесь я начал работать на ферме, здесь я еще учился. Да, вот здесь я научился кормить, а вот здесь пошла новая генетика. Вы получили вчера стабаду? Что-то как? Нет. Жалко, если вы не знаете. Вы постоянно герой социальной. Ну, может быть. Спасибо. Еще вопрос. Можно? Сухое вещество в Америке всегда по расписанию или форс-мажор пошел, пошли дожди? Да. Хороший вопрос, да. Есть форс-мажор, допустим, пошел дождь, подул ветер, поднялась температура, и мы тогда меняем протокол. Мы меряем и в воскресенье, и, допустим, в среду, если пошел дождь. Мы понимаем, что тоже сила Сенаж может взять атмосферную влагу или, наоборот, ее отдать при сильной ветре и высокой температуре, и мы должны перемерить. Но, как правило, там будет разница в 1%, ну, в 2% максимум, но, в любом случае, уже перемерить. Поэтому, чем чаще вы будете перепроверять сухое вещество, тем будет лучше. Из особенностей скажу, что сухое вещество у Силоса более стабильно, у Сенажей оно может быть более варилитивно, то есть чаще изменяться. Почему? Потому что вы, когда заходите на поле, у вас вся кукуруза примерно одинаковой влажности. Вы сошли, смолотили там 4000 Силоса с минимальным разбегом. По Сенажам масса где-то чуть пересохла, где-то чуть ее больше поддула. Наоборот, вы с утра начали, раньше она не досохла, поэтому в Сенажах может быть больше изменяться сухое вещество корма. На вашей ферме внедряется много инновационных технологий, компьютерные программы, датчики, может быть роботы, роботов высокого возник. Так как мы находимся сейчас на выставке, скажите, ну как фермеры не могут себе позволить все это сразу любить, что бы вы посоветовали, что бы у вас самое любимое инновационное внедрение, может быть это датчики, или какая-то комбинарная программа, с чего фермеры начали, первое такое самое, наверное, а что бы вы вложили деньги, посоветовали фермерам, что бы было шесть. Самое ваше любимое? Генетика. Я объясню, почему я отвечаю генетикой, а потом отвечу на более детальную. Как вы считаете, сколько пройдет времени, перед тем, как мы возьмем семя коровы, семя быка, осеменим коровы и начнем ее приплод этот доить? Сколько пройдет времени? Трех, четыре. Давайте считать, давайте считать. Мы осеменяем 1 января, стельность 9 месяцев. Так, нам потом получили мы это животное, еще нам нужно вырастить. Если вы прям классно и хорошо управляете фермой, то это 23-24 месяца. Ну, берем 24 плюс 9, это 30, да, там, 33, да, получается? 33, то есть почти 3 года. Между принятием решением и началом первой лактации у животного с новой генетикой пройдет 3 года. За эти 3 года вы купите себе все, что угодно уже и придете к новой генетике. Теперь это обратная ситуация. Вы купили все, что угодно, но не купили генетику, у вас уже все есть, а доить некого. Это, что касается, приоритетов. Поэтому мой приоритет в любом случае начинать с генетики. Я не говорю, что нужно брать сразу там топ быков, но по крайней мере нужно брать хорошее семя и сразу заниматься генетикой. Если говорить про непосредственность компьютерных программ, то в любом случае это программа управления стадом. В современной ферме достаточно технологичный и не использовать программу испечения, на мой взгляд, некорректно. Почему? Потому что программа испечения – это помощник в работе на ферме. Но самый простой пример. Если у меня нет программы испечения, как мне выбрать животных сегодня на утро, которые у меня, допустим, в группе воспроизводства по каким-то отклонениям, допустим, не пришли в охоту. Мне нужно перелопать все карточки, что-то еще там делать, идти разговаривать со семинатором и так далее. Что позволяет программе испечения? Ну, мне, наверное, на это нужно, ну, сколько, минуты-полторы. То есть в любом случае, в любом случае начинать нужно с программы управления стадом. Понятно, если у вас 10 голов, вам она не нужна. А если у вас 300-400 голов, то нужно уже думать о компьютерных системах управления фермой. Спасибо, согласна помощь. Показатели качества молока. Сейчас у нас жир 3,9, белок 3,3. А за последнее время они особо не менялись, потому что протеин, ну, это, в принципе, нарогенетика, угол щтины это 3,2-3,3, ну, там, чуть больше, чуть меньше. Высокий жир мы не любим, мы предпочитаем валовку по молоку, поэтому сейчас у 3,9, я думаю, что, наверное, дня через 3,4 мы будем корректировать рацион и будем снижать жир до 3,6-3,7. Нам жир не нужен, нам нужно валовку, потому что есть корреляция, высокий жир ниже надой, да, и наоборот. А с соматикой, вот этой выделенной группой, верно? А с соматикой сейчас в хозяйстве порядка 110 тысяч, меряем прибором DCC, то есть не молзаводом, мини-лабораторией, а прибором, который проверяет спектрально. Чем ниже, тем лучше. Отдельно маститная группа есть. На утро сейчас не знаю сколько, но обычно на нашу тысячу голов там 7-8 голов. Какое продуктивное долголетие? Продуктивное долголетие, я, наверное, буду отличаться от большинства здесь присутствующих, я вообще не верю в такой показатель, как продуктивное долголетие. Сейчас объясню почему. Если у вас уже уровень генетики на достаточно высоком условно американском или европейском рынке, тогда вы можете говорить о продуктивном долголетии. Если у вас уровень генетики среднестатистический по России, то вам это для продуктивного долголетия не нужно. Потому что если вы зайдете с хорошей генетикой, новые животные будут на голову выше тех, извиняюсь, тех чебурашек, которые у вас остались еще с тех времен. Поэтому если у вас еще недостаточно высокий уровень генетики, то вам показатель продуктивного долголетия не нужен. Если вам вы уже дошли до хорошего уровня генетики, конечно, тогда нужно думать о продуктивном долголетии. Теперь не касается, что нашей фермы. Мы еще занимаемся улучшением своей генетики, поэтому сейчас еще не смотрим на продуктивное долголетие. Я сейчас вам назову цифру, ну, как вы говорили, медаль дали, а за эту цифру меня бы расстреляли. Например, сейчас у нас на текущий момент, ну, почти там 10 месяцев 2021 года, мы получили 72% телок от всего приплода. То есть количество девочек у нас на ферме сейчас в приплоде этого года 72%. Скажите, пожалуйста, могу ли я себе позволить ремонт стадов 60% через 2 года? Да, могу. Боюсь ли я этого? Нет, не боюсь. Потому что я понимаю, что эти животные, которые мы получаем сейчас от животных с хорошей генетикой, на которые мы зашли еще с лучшей генетикой, они будут на голову выше тех животных, которые у нас сейчас в стадии 3-4-5 лактации. Но при этом у нас есть одно выдающееся животное, я недавно о нем рассказывал. Животное 5-й лактации, нет, 4-й лактации, она за 365 дней дала 20 тонн молока. Пока одно животное, ну, будем надеяться, что мы сейчас намоем из нее эмбрионов. Рекламой занимаюсь, кому эмбрионы нужны? Павел Александрович, а вот, возвращаясь к гранатации приоритетов, некоторые говорят, что до 8 тысяч ликеров на 2-й, если то на первом месте карман. А если больше 10 тысяч, то на первом месте генетика, а потом комфорт, а на третьем карман. Ну, вы с этим не согласны? Ну, на самом деле, я, наверное, просто не умею как-то вот так градировать. Мне кажется, если вы работаете на ферме, то вы должны все делать хорошо. Максимально готовить хорошие корма, максимально следить за комфортом животных, максимально хорошо заниматься генетикой. Потому что ферма – это система многих переменных, да, и вы там сделали хорошую генетику, но не заготовили хорошей силос. Дальше что? Ничего. Наоборот, да. Поэтому, наверное, работа на ферме – это много факторов, одновременно включенных в работу. Самый простой пример. Вы заготовили хорошие корма, заготовили… У вас хорошая генетика, у вас все супер, у вас есть комфорт, но ваш врач во время лечения новотильных животных использует внутриматочные препараты или сокращающие препараты. Но вы запороли лактацию. То есть у нас, допустим, на ферме не применяются ни внутриматочные, ни сокращающиеся препараты. То есть хотя у вас все хорошо, а один ваш сотрудник просто взял и корове ввел препарат, который не должен вводить. Друзья, есть вопросы? Веча от Павла Крисанча. Я думаю, что сейчас начнется реклама. На самом деле я постараюсь сейчас никого не рекламировать. Скажу проще. Да, мы работаем консервантами. Мы предпочитаем использовать консерванты, которые обеспечивают максимальное снижение вторичной ферментации, поскольку для нас это важно. Улучшает ли качество корма консерванты? Да, я думаю, да. Но даже не с точки зрения улучшения питательной качества, а с точки зрения сохранности через какое-то время. Поэтому да, мы используем консерванты. Спросите дорогие? Да, скажу дорогие. Ну, компанию не буду называть, чтобы... Хотя, забывайте, почему? Лалиман. Лалиман же, да, Александр Юрьевич? Лалиман, да? Хороший консервант, прорекламировал. Спасибо. 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 Александр Юрьевич, а вот смотрите, если фермеры хотят заняться уже одного вопроса, как вы думаете, с каких голов ферма уже будет выгодна? Потому что сейчас вложение в инвестиции, строительство новой фермы очень затратно. А с того, я совершила ответ, сказать, на 500 долларов. У нас 500, но, наверное, нарастить, это будет выгодно. Я, наверное, отвечу сейчас не самым популярным ответом. И я буду пометку сделать, что я сейчас буду говорить как частное лицо, не как представитель вуза, учхоза и так далее. Буду как проф... И даже не как фермер, просто как частное лицо. Я не верю в фермерство в России. Особенно там в 5-10 голов. Поэтому, ну, это мое мнение. Если мы захотим на эту тему продискутировать, можно собрать отдельно, там, круглый стол, мы про это подискутируем. Мне кажется, Россия должна идти путем индустриализации молочного животного, то есть крупные, большие комплексы от тысячи голов и выше. Ну, в идеале, там, 3-5 тысяч голов на площадке. Но, опять же, повторюсь, сугубо лично мое мнение, никакой официальной позиции оно не имеет по отношению к тем организациям, которые я могу представлять. Я думаю, на следующем круглом столе мы подискутируем на эту тему. Я попытаюсь вам объяснить, почему я не верю в это. Может, вы меня переубедите. Хорошо. Есть вопросы еще? Павлу Александровичу, спасибо. Спасибо вам. Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. 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 . Спасибо.